И у нас сегодня совершенно особенное собрание, потому что год назад, вы знаете, одна из семей, которые служили в нашей церкви, они переехали на жительство в Израиль год назад, и они за этот год там уже получили гражданство, служат там, и в церкви ведут каждое воскресенье прославление. Не слышно, что ли? Не работает колонка? Все? Раз, два, три, четыре. Слава Господу. Нет? Нет? Вообще не работает, да? Там, говорит, не работает. Да это, наверное, не мой микрофон. Нет? Как всегда, когда музыкальное служение, то начинаются проблемы со звуком. Да, когда проблемы со звуком, значит, очень хорошее собрание будет, да, у нас сегодня? Слава Богу. Давайте прославим Господа. Слава Господу. Давайте тогда помолимся, вот, все вместе обратимся к Господу и призовем Его благословения на это место. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за Твою любовь, мы благодарим Тебя, Господи, за Твою милость, благодарим Тебя, Господь, за Твою благодать, благодарим Тебя за жизнь, Господь, благодарим Тебя за воскресный день, благодарим Тебя, Господи, за возможность возможность собраться всем вместе и служить Тебе, Господь, прославлять Твое святое и праведное имя. Иисус, 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 да святится Твое имя, слава Тебе, честь и хвала. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. И давайте прославим нашего Господа. И немножко повторю для половины зала, которые не слышали, потому что у них не работала вторая часть колонки. У нас год назад одна из семей, которые много-много лет были в церкви, служили, переехали на постоянное место жительства в Израиль. И там, они за этот год получили уже гражданство, там они служат каждое воскресенье в церкви, в прославлении. Вот, так же выступают там, и они уже теперь как бы стали израильскими артистами. И вот они приехали к нам, и мы на прошлой неделе с ними уже встречались. И на самом деле, хотя они вроде бы уже уехали, и там живут и служат, очень родные и близкие люди. И поэтому, конечно же, когда они приехали сюда в отпуск, вот, можно даже к нам на отдых приезжать, видите, иногда из Израиля. Вот, конечно же, для нас огромное благословение, чтобы сегодняшнее собрание было просто посвящено музыке, посвящено Израилю. Будем молиться за Израиль, будем слушать израильскую музыку и будем прославлять царя царей, Господа Авраама, Исаака и Якова. И вы знаете, драгоценное, что в действительности эта тема Израиля, это очень важная тема, и в Израиле пришел наш Спаситель, Мессия. Евреями были все первые апостолы, вот, исторически Евангелие, оно идет к нам из обетованной земли, из Израиля. И поэтому, драгоценное, когда мы вместе славим Господа, поем еврейские песни, то это в чем-то мы соприкасаемся с нашими корнями. И я просто предлагаю, чтобы давайте вот в это служение просто будем как дети, давайте откроем свое сердце перед Господом и просто будем наслаждаться Богом, будем наслаждаться музыкой, будем наслаждаться творчеством, которое будет звучать с этой сцены. И просто будем в наших сердцах и в наших телах прославлять нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно же, здесь на сцене и музыканты очень известные и любимые всеми, да, музыканты, вот. И поэтому давайте радостно поприветствуем всех и, конечно, семью Клейнов, все, любим вас, благословляем вас. Вот. Я думаю, потом, наверное, мы уже сядем, будем слушать что-то, да. А вначале давайте просто будем славить нашего Господа, будем славить царя, царей и Бога богов. Аминь. Скажи трем людям вокруг себя, открой свое сердце и будь свободен в Господе. Аминь. Слава Господу. 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 Субтитры создал DimaTorzok 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 в Израиль. И сегодня на нашем служении мы поиграем разную музыку, поиграем еврейскую музыку, я покажу картинки, расскажу о нашей жизни в Израиле. Но прежде чем мы это сделаем, помолимся за нужды. Я, к сожалению, не успел прочитать конверт, но, как правило, и в той церкви, где мы сейчас служим, нужды постоянно-постоянно повторяются. И стабильно эти нужды, они нуждаются в ответах. Так ведь? Я знаю, что Господь отвечает на молитвы. Аминь. Там, где двое или трое собраны во имя Господа, там Господь посреди них. Аминь. Нас здесь больше, чем трое. Я верю, что Дух Святой на этом месте. Давайте будем поднимать эти нужды, будем молиться, как будто мы молимся за свои нужды. Договорились? Господь, во имя Иисуса Христа я поднимаю этот конверт с этими нуждами. Господь, Ты видишь все, что здесь написано. Ты знаешь каждую строчку и каждую боль того человека, который написал здесь свою нужду. Господь, Ты знаешь, что необходимо, необходимо этим людям, которые возвышают голос к Тебе. Господь, во имя Иисуса Христа отвечай на эти молитвы. И Господь, я прошу, вмешайся чудесным образом в жизнь этих людей и ответь на молитву. Ибо, как написано, просящему дано будет и стучащему даотворят во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, благослови, благослови каждое нуждающееся сердце, Господь. Господь, исправляй всякие финансовые проблемы во имя Иисуса Христа. Господь, исцеляй от наркотической, от алкогольной зависимости. Господь, исцеляй семьи, отношения в семьях во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, также исцеляй от раковых заболеваний во имя Иисуса Христа. Исцеляй во имя Иисуса Христа. Исцеляй отношения между родителями и детьми во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благодарим, Господь, за то, что Ты Бог живой. Ты отвечаешь. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, Господь. И Ты не опаздываешь, Господь. Поэтому мы возвышаем голос свой в молитве к Тебе и просим, Господь, ответь на нашу молитву и благослови, благослови каждое сердце во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сейчас прозвучит мелодия, которая часто звучит в нашей церкви, но она звучит в основном на тех собраниях, где, например, было у нас собрание лет 10 назад, где Диана рассказывала о еврейской свадьбе. И вот это служение начиналось как раз с этой мелодии. Мелодия называется «Шолом Алейхим Малахей Ашарет». Это песня об ангелах, которые приносят мир. И давайте, в Писании написано, что ангелами называются очень-очень разные. Есть три ангела. Помните это место Писания, где три ангела встречаются Аврааму? Вот давайте послушаем песню об этих ангелах. Писания, которые приносят мир. «Шолом Алейхим Малахей Ашалом Малахей Айон» «Шолом Алейхим Малахей Ашалом Малахей Айон» «Шолом Алейхим Малахей Айон» «Шолом Алейхим Малахей Айон» «Шолом Алейхим Малахей Айон» «Шолом Алейхим Малахей Ашалом Малахей Айон» «Шолом Алейхим 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 Малахей Айон» АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь в Екатеринбурге был такой ансамбль, и мы тогда поехали в поездку в Израиль на фестиваль. Да, вот это наш ансамбль, это Игорь Порощук, это я, и еще была у нас пианистка Марина Лебенсон. Мы играли на фестивале в городе Цфат на севере Израиля, жили в гостинице, ели лапшу быстрого приготовления, которую привезли из России, потому что нас в гостинице кормили только утром, а вот в обед и ужин мы должны были позаботиться сами, поэтому мы решили, что возьмем с собой лапшу. И нам тогда говорили, что в Израиле нет больших залов, где можно играть в концерты, поэтому фестиваль проходил на улице, на разных площадках. Там мы играли два концерта, в день открытия фестиваля и в день его закрытия. В первый день наш концерт прервали из-за того, что была найдена сумка, и полицейский попросил всех разойтись, поскольку сумку будут проверять, неизвестно, что там внутри. Слушатели на требование Миштары разойтись реагировали вяло. Кто-то продолжал сидеть, кто-то проходил мимо, кто-то продолжал общаться, кто-то ждал музыку, а мы тоже стояли и не играли, просто ждали. Не было никакой паники или активности. Это, видимо, было абсолютно привычное событие. Мы в это время тоже никуда не двигались, просто ждали на сцене. В конце концов, как в Израиле говорят, Соф-Соф вышел полицейский к микрофону и сказал, что концерт может продолжаться, а в сумке лежат детские пеленки, и потерянные сокровища можно забрать у полицейских. Мы сейчас вместе с Игорем и с Виталием Порощуком сыграем фрелекс, который играли тогда, в 2001 году, на фестивале в Израиле, на фестивале в городе Цват, на фестивале Клезмеров. Игорем Порощук 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Порошок А в этот монитор всех? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok И действительно наш концерт был прерван, однако совсем не по причине скорби А конечно же из-за салюта Салют никто не отменял Мало того, салют был точно посередине нашего выступления Не уверен, что вообще кто-то думал о том, что надо запланировать наш концерт так, чтобы начать его до салюта Или чтобы сделать концерт после салюта Никто об этом не думал, чтобы не прервать выступления приглашенных артистов из другой страны И вот это подобное разгильдейство, как нам показалось с Игорем, это неотъемлемая часть израильской жизни В подтверждение этого, человек, который ставил стойку под клавиши на сцене Не закрепил ее должным образом Понимаете, к чему я? То есть пианистка села за клавиши А стойка не закреплена Концерт мы отыграли нормально Но поскольку там еще прервалось из-за салюта Доиграли до последнего произведения Начали играть последнее произведение Точно на финальном аккорде, когда кульминация нашего выступления достигла максимума Марина в эмоциональном порыве вбивает последнюю ноту И 20-килограммовая клавиша на радость И под восторженные крики публики падает ей на ноги Это был колоссальный успех Можно сказать, просто несмываемый Еще одно произведение мы сыграем сейчас с Игорем и с Виталиком Как раз из этого альбома Вы видели обложку Обложку Мазл Тов Вот этот альбом, который называется «Шолом-Шолом» И мелодию, которая дала название этому альбому, мы сейчас сыграем «Шолом-Шолом» «Шолом-Шолом» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Шолом-Шолом» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Шолом-Шолом» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok Вот, первая синагога — это фотография 50-х годов, первая синагога, которую построили в городе Биршева И она так выглядела в 50-х годах Сейчас выглядит она вот так Следующую фотографию можно Сейчас уже там не синагога Ноet 10, прористов Там какое-то общество находится, Ядлебаним называется. Но вот так. Можно следующую фотографию. Да, вот еще следующую. А вот так она выглядит с высоты птичьего полета. Это синагога, величественное здание такое. Следующее можно показать. В Бершеве был в начале 20 века маленький железнодорожный вокзал, который построили турки, поскольку Израиль был под турецким владением. И вот этот турецкий вокзал сохранился до сих пор. Посмотрите, как он сейчас выглядит. Можно следующую фотографию. Да, вот этот поезд и маленький-маленький вокзальчик. А сзади огромные дома построили. Можно следующую фотографию. Да, и следующую. Ну да, вот там два флага стоят. Это флаг израильский и турецкий флаг. Также можно... Следующую фотографию можно показать. Улицы Бершевы тоже изменились. Вот есть такая улица Раши. Прямые, абсолютно маленькие домики стоят. Сейчас эта улица выглядит вот так. Можно показать следующую фото. Домики тоже маленькие, но все-таки асфальт на улицах появился. И следующую фотографию можно. Да, вот этот мост. Справа находится здание, в котором мы жили первые три дня, когда репатриировались в Израиль. Еще можно следующую фотографию показать. Вот эта гостиница в 60-х годах была. Здесь жили все гости, которые приезжали в Бершеву. Больше гостиниц в Бершеве не было. В данный момент эту гостиницу снесли, а на ее месте построили торговый центр. Вот это торговый центр. Видите вот эти дома, которые в левом нижнем углу находятся. Вот в одном из этих домов мы живем. Можно следующую фотографию. Это Бершева в августе 48-го года, в год основания государства Израиль. А вот сейчас Бершева выглядит вот так. Следующую фотографию. Очень сильно город изменился. Можно следующую фотографию. Это Полина сфотографировала город Бершеву из окна нашего дома. Можно следующую фотографию. А это пустыня Негев. Бершева находится в пустыне Негев. И вот такой пейзаж вокруг нашего города, в окрестностях города Бершева. Через пустыню Негев и через окрестности Бершевы пролегал путь Моисея и народа Израиля во время их 40-летних скитаний по пустыне. И вот та музыка, которая сейчас прозвучит, была создана в еврейских местечках Восточной Европы в XIX веке. И звучала она во время праздника Песах. Именно этот праздник и это служение заповедал Бог совершить народу Израиля в пустыне. Через этот праздник Господь начал пророчески открывать миру нашего спасителя Ишуа Машеаха. И вот сейчас прозвучит композиция, которая называется «Холь Хейна Вишуа». Это 117-й псалом царя Давида. Голос радости и спасения в жилищах праведников. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 На Мертвом море, как говорят в Израиле, на соленом море, дневная температура даже зимой не опускается ниже плюс 18 градусов. А в летние месяцы она может превышать 45 градусов Цельсия. Мы купались в Мертвом море, по-моему, в октябре. Вполне теплая вода была. Мы были на Мертвом море вместе с Диной и с Полиной. Можно фотографию показать? Да, вот там на заднем плане это как раз Мертвое море, а Мертвое море окружает вот такие огромные скалы, на которых ничего не растет, никакая растительность, абсолютно безжизненное место. Эти ужасные вот эти горы, они напоминают марсианский пейзаж. На самом море построено много гостиниц и отдыхать там удобно. Проблема только в самом море, поскольку так просто в нем купаться нельзя. Там не рекомендуется нырять, чтобы вода не попала в глаза и в дыхательные пути. Ну и самый главный аттракцион Мертвого моря это то, что в нем нельзя утонуть. Оно настолько соленое, что такая плотность воды, что человек просто плавает сверху, но не достигает дна ногами. Из-за соли очень высокая плотность воды. Об этом море ходит много легенд. И самое главное, наверное, именно на этом месте были библейские города Содом и Гоморра, которые были уничтожены огнем. Марсианские безжизненные пейзажи в окрестностях Мертвого моря действительно заставляют задуматься о катастрофе, которая могла здесь произойти. Как написано в книге Бытие, Авраам молился утром после уничтожения этих городов на их развалинах. Бытие 19.27. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре. И на все пространство окрестности и увидел. Вот дым поднимался с земли, как дым из печи. Еврейский Медраж говорит, что в этот момент Авраам впервые совершил утреннюю молитву шахарит. И вот сейчас мы вместе с Игорем и с Виталиком сыграем негун, на мотив которого читается эта молитва, утренняя молитва шахарит. Виталиком сыграем негун. 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 Виталиком сыграем негу. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле в Израиле это уникальная государственная особенность. И одно не может существовать без другого. Религиозная часть не может существовать без светской, а светская без религиозной. Это две сферы невероятно связаны между собой, поскольку без государственной поддержки, без налогов, получаемых от светского сектора, многочисленные харидимы, ортодоксы, ультраортодоксы, общины, синагоги и шилы не могли бы существовать. С другой стороны, без Писания, без законов Тора еврейский народ бы так бы ассимилировался и потерял свою собственную идентичность. И государство Израиль бы никогда не возникло. Как проявляется это в реальной жизни? Самый яркий пример это Шаббат. Вот на фотографии сейчас вы увидите центр города Бершевы в Шаббат. В Шаббат не ходит общественный транспорт, не работают магазины, почти нет автомобилей на дорогах, разве что такси. И вот на фото вы видите, обычно здесь очень много народу, поскольку это торговый и административный центр. Однако в Шаббат улицы пустеют. Это государственный день покоя. В Шаббат богослужения проводят не только синагоги, но и христианские общины. В Бершеве христианских общин много, но они все очень маленькие, как домашние группы. Русскоговорящие христианские общины растут в основном за счет реабилитационных центров. Да-да, их количество очень сильно выросло за последние 10 лет. Люди избавляются от нарко- и алкогольной зависимости, избавляются от финансовых долгов и начинают новую жизнь. И реабилитанты потом составляют основной актив церквей. Первая церковь, которая приютила нас в Израиле, это была община, возникшая как раз на базе реабилитационного центра. Сейчас мы вместе с Диной, вместе с Полиной служим в церкви Грейс. Это община, которая была основана в Караганде и открыла миссионерское служение в Израиле. Это на фотографии слева пастор Игорь молится за детей. А на следующей фотографии это вот наша община, это вот пастор, я сижу Дина и верующие нашей церкви. Можно еще фотографии показать. И еще. Да, мы, я, Дина и Полина занимаются прославлением, Дина играет на клавишах, Полина поет, играет на гитаре, она освоила гитару и стала петь, как вы сегодня видели. Я в церкви, помимо прославления, занимаюсь проектором. Сева, привет. Спасибо тебе за то, что ты сегодня делаешь вот эти все фотографии. Звуком. Денис, я в церкви занимаюсь твоим служением и пытаюсь организовать альфа-курсы в нашей общине. Надеюсь, что со следующего сезона, вот с сентября, мы запустим альфа-курс. Надеюсь, что у нас все получится. Мы сейчас вместе со всеми музыкантами исполним песню прославления, которую мы поем в нашей общине там в Израиле. Эта песня называется «Ничего нет ценей». Ничего не ценей, никого ближе нет, Несравненно присутствие твое. Присутствие. Присутствие Присутствие Ничего не ценит Никого ближе нет Несравненно присутствие Твое Присутствие Я принял ароматом Твоей любви Где свободен я Где Ты со мной Где Ты со мной Где Ты со мной Где Ты со мной Друг Святой При Тебя мы ждем Заполни здесь С собой пространство Все Твою славу Увидеть мы хотим И быть Побежден мы В присутствие Твоей Присутствие О Господь Присутствие Присутствие Ничего не ценит Никого ближе нет Несравненно присутствие Твоё Твоё Присутствие Присутствие О Дух Святой Дух Святой Приди Тебя Присутствие О Дух Святой О Дух Святой Пожаждем больше мы Твоего присутствия, Твоей благости мы славу ощутим. Пожаждем больше мы Твоего присутствия, Твоей благости мы славу ощутим. Пожаждем больше мы Твоего присутствия, Твоей благости мы славу ощутим. Пожаждем больше мы Твоего присутствия, Твоей благости мы славу ощутим. О-о-о-о-о-о-о! О, святой, прийди, Тебя мы ждем, Заполни здесь с Тобой пространство, Всю Твою славу видеть мы хотим И быть побежденными присутствием Твоим Спасибо, Саша, Диана, спасибо огромное. Очень приятно стоять на одной сцене и прославлять Бога с такими замечательными музыкантами. Спасибо большое. Так, переходим к жареному. Всем интересно узнать, какие цены в Израиле. Сколько стоит хлеб, масло и балоко? Я, честно говоря, не хотел об этом говорить, но поскольку сколько мы здесь находимся, все постоянно спрашивают. Поэтому я решил снять все вопросы, чтобы после служения меня никто не спрашивал об этом. Поэтому сразу скажу прямо здесь. Значит, сколько это в пересчете на рубли? Ну, как говорят все ветераны репатриации, не становитесь валютным калькулятором. Если пересчитывать постоянно цены, то настроение будет только ухудшаться. Поэтому надо мыслить сразу в шекелях. Кстати, слово шекель также взято из Библии и в синодальном переводе. Это сикль серебра. Сикль на иврите, там буква син, которая читается как шекель. И поскольку мы сейчас не в Израиле, я приведу пару примеров и скажу, сколько это стоит в рублях. Вот на первом снимке это самое дешевое молоко в Израиле, которое в пакете стоит 5 шекелей. Это 90 рублей на наши деньги. В Израиле монополия на продажу молока. И вот эти кибуцы, они не могут произвести молока больше, чем нужно. Больше, чем они, ну, у них есть определенная квота. Поэтому цена на молоко очень сильно регулируется. Ну, вот такое молоко стоит 5 шекелей. Следующая фотография. Хлеб в Израиле стоит 10-15 шекелей. Вот слева это хлеб из русского магазина. Там на нем по-русски написано украинский. И на иврите то же самое, украинский. А вот справа это обычный израильский хлеб, который, ну, стоит где-то в районе 10-15 шекелей. Это в районе, где-то в районе от 200 до 270 рублей. На нем написано «Лехем Ахид Парус». То есть хлеб стандартный резанный. Все как в России. Так что тут ничего, просто буквы. Буквы израильские, буквы иврита. А слова такие же, как у нас. Давайте дальше, следующее фото. Это масло. Масло на ивритях МА. Кроме вот этого масла найти в магазинах, в израильских, крайне сложно. То есть, как правило, только вот это масло можно купить. И это масло стоит 7 шекелей, 80 огородов. Примерно 140 рублей. Можно дальше. Виталик сказал, что цена для масла – это вполне приемлемое. Как видно, яйца в Израиле по 12 штук в упаковке. 12, потому что 12 колен израилевых. Стоят они где-то 11-15 шекелей. Это от 200 до 270 рублей тоже. Вообще цены на продукты достаточно высокие. Однако и зарплата не в рублях, а в шекелях. Минимальная зарплата, которую получает служащий – 5300 шекелей. Это где-то в районе 95 тысяч рублей. Теперь цены уже не кажутся такими астрономическими. Так ведь, да? Когда такая зарплата. И вообще эти цены покажутся вполне нормальными, если только посмотреть цены на квартиры. Самая дешевая квартира в самом плохом районе Бершевы стоит 600 тысяч шекелей. Это примерно 11 миллионов рублей. И чтобы купить квартиру, нужно иметь большое терпение. Как говорят в Израиле, совланут. Однако, есть много способов, чтобы накопить на квартиру. Например, благодаря законам, которые написаны в Туре и приняты на государственном уровне. На официальной работе, когда есть контракт, служащие платят налоги. Это, как правило, налоги уменьшают твои доходы. Так ведь, если ты налоги платишь, доходы уменьшаются. Но это стандартные налоги, которые есть в любой стране. То есть, в первую очередь, пенсионный, НДС. В Израиле есть еще один налог. Это отчисление фонд национального страхования. На иврите он называется битуах лиуми. Это на случай обстрелов, ранений, разрушений дома, других непредвиденных бедствий. Но и это еще не все. Вот, например, такой закон, который прописан в Туре и который стал традицией современного Израиля, благодаря которому можно не просто отдавать финансы, но и копить их, и, может быть, даже залатать дыры в семейном бюджете, если они есть. Этот закон имеет основание в Туре. Левитам 25.1 «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господнюю. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год добудет суббота покоя земли. Суббота Господня, поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли». Современный Израиль – это не только аграрная страна, здесь есть не только кибуцы. Это современные предприятия, заводы, театры и даже оркестры. В одном из оркестров я играю в городе Бершева. И как исполнить этот закон, который написан в Торе? Вот что придумали в Израиле. Каждый год работодатель отчисляет в специальный фонд сумму, равную 10% от зарплаты работника. Так работодатель поступает шесть лет. На седьмой год работник может забрать эту сумму и целый год не работать. Серьезно, реально, просто жить и не работать, отдыхать целый год, чтобы исполнить эту заповедь. Многие израильтяне целый год путешествуют. Таким образом исполняется эта заповедь. Кто не хочет отдыхать, может продолжать работать и откладывать дальше эти проценты, и в результате получаются приличные сбережения. Например, на первый ипотечный взнос. При этом ежегодный отпуск не отменяется. Можно каждый год работать, как обычно, месяц отдыхать, а накопления все равно идут, потому что такой закон. Сейчас я хочу еще одно служение совершить, которое принято в церкви нашей. И раз мы заговорили о недвижимости, я знаю, что наша церковь купила здание. Так ведь это было, получается, 6 лет назад, в 2013 году. И церковь нуждается в финансах. Нам нужно большое количество денег не только на аренду, в смысле на выплату вот этих долгов, но и на кучу-кучу служений. Поэтому давайте сейчас совершим это служение, пожертвование, потому что каждый, кто, как говорится, не оскудеет рука дающего, и доброхотно дающего любит Господь. Аминь. Давайте совершим это служение. Значит, вот там есть слева, есть на ресепшн, есть специальный терминал, где можно перечислить электронные пожертвования. А сейчас, наверное, я просто забыл, как ведерко, или мешочки. Прошу прощения. Мы сейчас сыграем песню из фильма «Салах Шабати», который на протяжении всего фильма мечтал о новой квартире и в конце концов ее получил. Сева, покажи, пожалуйста, фотографию вот этого Салаха Шабати. Да, вот эта семья, она приехала из Марокко в Израиль, и они поселились в очень-очень бедном сарае. Там не было кроватей, спали на полу, и Салах Шабати мечтал о новой квартире. И он ее получил. Он молился, и он ее получил. И вот сейчас мы сыграем эту замечательную мелодию из этого фильма. Мелодия называется «Старый Машиах». Машиах Хазакен. «Старый Машиах». «Старый Машиах». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА